Здравствуйте! Это программа «Ижевское время». На ваши вопросы в нашем эфире отвечает глава города Ижевска Юрий Тюрин. Напомню, вопросы свои вы можете задать на нашем сайте www.myudom.ru. Юрий Александрович, добрый вечер! Добрый вечер! Ну и начнем, пожалуй, с актуальных вопросов. К нам, наконец-то, приходит весна, а это значит и паводок. Так когда же ижевчанам ждать большой воды? Что делать горожанам, чьи дома попадают в зону риска и подвержены потоплению? У нас есть сюжет на эту тему, я предлагаю посмотреть, а потом обсудить. Хорошо. Очень основательно. До самого грунта тяжелая техника освобождает многокилометровую канаву от снега. С приходом устойчивого плюса талые воды должны пойти по ней, а не в подвалы частных домов. За месяц с потапливаемых улиц многострадального Первомайского района уже вывезено 7,5 тысяч тонн снега. Если снова завалят, техника, обещают городские начальники, пройдется еще раз. Таким душем освобождают от льда водостоки. Он направит сточные воды прямиком в специальные подземные емкости. Здесь их три. Каждый вмещает полторы тонны воды. Но местные жители говорят, переполнить их легко может 20-минутный ливень. И не верят, что весной они традиционно не уйдут под воду. Это мартышкин труд. Он все равно будет стоять, этот сток воды. Мы просто просим, чтобы восстановили нашу ливневку, чтобы эта вода сходила, нас не топила, нас топит. У нас вплоть до того, что фундаменты домов разрушаются, потолки даже крошатся. Сказать о своих мокрых проблемах сегодня жители, плавающие по весне партизанской, могли лично градоначальнику. Юрий Тюрин приехал посмотреть, как ведется подготовка к паводку. С людьми солидарен, ливневка нужна. Но сначала нужно достроить коллектор для сточных вод и очистные у реки Иш. Только тогда ливневая канализация может спасти тонущий район Ижевска. Серьезных проблем паводок принести не должен, считают ижевские власти. Обещает водооткачивающая техника сюда будет приходить по первому же звонку жителей. С апреля экстренные службы начнут работать круглосуточно. Ну и так, город к паводку готов. Что делается? Какая работа ведется? Город готов к паводку. Мы выпустили соответствующий приказ, где и соответствующие планы работ. На их основании в пятницу проводили учения в Ленинском и Первомайском районе. Смотрели готовность наших спасателей и оценили это как положительно. То есть вся необходимая техника и готовность к формированию гражданской обороны спасателей есть. Паводок это сложный период для города. Большая вода к нам придет по прогнозам 22-го. Но обычно бывает это 28-го. Где-то вот в этот период. В зависимости от погодных условий. И будем считать, что регулируя уровень воды в пруду и в Иже, в реке Иш, мы не допустим превышения тех нормативов выше дамбы, пользуясь всеми рекомендациями и расчетами Удмурт-гипроводхоза. Опыт накоплен многолетний. Так что здесь как-то ситуация понятная. Но очень сложный период сейчас наступил в городе Ижевске. Это местное подтопление. И подтоплением подвергается прежде всего, конечно, Ленинский район, район железнодорожного вокзала. И Первомайский район, так называемое в простонародье болото. Это пойма реки Иж. Место низкое. Идет скопление воды. Вода должна уходить по водоотводным канавам и трубам пересечения проезжих части железнодорожных путей. Канавы на сегодняшний день почищены. Я выезжал с комиссии. Мы все это дело смотрели. Это очень важно, чтобы вода нигде не задерживалась. Прочищены все трубы и в Ленинском районе, и в Первомайском. Ливневой канализации. Но вот сейчас самый сложный период. Стало тепло, а грунт на данный момент еще промерзший. Поэтому в ночное время, когда вода идет по трубам в небольшом количестве, как бы за счет холода земли происходит перемерзание, и возникает местное подтопление на проезжей части, которые могут подтопить и дома. У нас есть аварийная бригада. У нас есть возможность подогнать технику, дать пар. Что мы и делаем. Выезжаем, делаем, чистим. Предварительно подготовка, проведена большая работа по вывеске снега. В целом по городу вывезено 80 тысяч километров снега. Это снизит риски на эту ближайшую неделю-две. Думаю, что через две недели риски местного подтопления закончатся. В городе подсохнет. И дальше будем ждать так называемую большую воду. То есть ни на минуту не ослаблять контроль за состоянием поверхностного уровня воды в реке Иш. Естественно, при брежных районах к реке будет появление грунтовых вод. Жители к этому должны быть готовы. И, наверное, будут воды и в подвалах. Тоже обращаться будут в соответствующую аварийную бригаду. Значит, управляющая компания. По нашему телефону 072 будем выезжать, откачивать. Каждую весну после зимы у нас скрываются проблемы в уличной дорожной сети, проблемные места, дефекты. На прошлой неделе был объезд по некоторым участкам дорог, где сейчас проводятся ремонтные работы. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему, а потом мы с вами обсудим, как идет эта работа. Погода заставила дорожников свернуть ремонт. Зато сегодня они проверяют дороги, которые еще находятся на гарантии. Доедем до этих объектов, остановимся, пройдем пешком, посмотрим, какие там есть дефекты. Заактированы они были ранее или нет. Если появились новые, какие-то дефекты, которые нами раньше не были выявлены, мы их зафиксируем. Об этом руководитель управления благоустройства и транспорта рассказывает активистам города. Сегодня на проверку дорог выехали представители сразу нескольких общественных организаций. Первая остановка в городке Металургов. Этот участок улицы 50 лет в ЛКСМ ремонтировали два года назад, в один слой. Гарантия два года. Она заканчивается в октябре. Дефекты нашли, незначительные. Их исправят, как только позволит погода. А это улица Ленина. Здесь подрядчику тоже придется поработать. Хотя в целом это дорожное полотно третий год водителей не подводит. Данный участок был выполнен в 2013 году. Использовали двухслойное покрытие. Выравнивающий слой и на то время еще новшество. Щебеночно-мастичный асфальтобетон, который у нас обладает повышенной износостойкостью, прочностью. И это, говорят специалисты, действительно так. За три года здесь появились небольшие трещины. Но с проверкой сюда еще вернутся. Асфальт начинает продавливаться возле остановок. Пока не критично. Что будет дальше, смотреть будут и общественники. Их повышенному вниманию в администрации только рады. Вместе с общественниками город сформировал и титульный список ремонта дорог, который, кстати, первыми и опубликовали автомобилисты Удмуртии. Вот он на сайте. А сами общественники сегодня назвали другие улицы, покрытие на которых служит уже годами. Есть эти дороги, и они у всех на слуху. И они говорили, что вот они сделаны уже стоят по 7-8 лет. Это улица Орджоникидзе, это улица Кирова, это улица Горького. То есть, те дороги, которые сделаны, на наш взгляд, достаточно хорошо, и у них начали какие-то дефекты появляться, и то в виде трещин, которые, по идее, нужно просто пролить, и ям не будет. А это значит, продолжают общественники в дорожном вопросе, далеко не все зависит от погоды. Есть и технологии, и специалисты, чтобы качественно делать ремонт. Правда, пока список таких улиц небольшой. Но они надеются, с каждым годом он будет расти. Итак, как сейчас устраняются дефекты уличной дорожной сети, и какую роль в этом играют общественные организации? Значит, ну, устранение дефектов уличной дорожной сети в феврале-марте это только аварийные участки и так называемым горячим асфальтом. Это временное устранение, поэтому мы делаем только там, где превышает норму, где повреждения в допустимых пределах, расходовать средства нецелесообразно. Надо делать в мае месяце, когда будет положительная температура, начиная с мае месяца. Значит, то, что общественники сегодня активно в этом направлении высказываются, ну, как всегда говорится, есть конструктивное, есть неконструктивное. Вот те, которые с нами ездили, автомобилисты в Муртии, наша городская общественная палата представителей смотреть гарантийные дороги, мы с удовольствием это поддержали, и действительно, есть дороги гарантийные, все мы их знаем, и подрядчик не отказывается. Действительно, была достаточно сложная зима с четырьмя глубокими оттепелями, и появились дефекты, будут исправлены в пределах гарантийных сроков за счет подрядчиков. То, что мы увидели в сюжете, очень сильно разрушенные дороги, это дороги, которые не делались больше пяти лет. То есть на них просто не хватило средств и времени в прошлые годы. Мы все прекрасно помним, что было два-три года назад в городе Ижевске. То есть сегодня эти дороги включены в план ремонта. На данный момент там уже сделать ничего нельзя, только дождаться времени, когда будет технологически правильно выполнить ремонт. Средства на этот ремонт выделены из удмуртского бюджета, 500 миллионов рублей, и 93 миллиона рублей на ремонт дворов. Это уже плановый ремонт, который начнется в середине мая. Плановый ремонт начнется, да. В основном наши общественники, большей частью, они как раз прекрасно понимают, как все должно быть, и они предлагают свое участие в контроле за выполнением вот этих ремонтных работ, что мы и приветствуем, потому что это польза только от этого большая. Сегодня готовим документацию. Список работ мы вывесили на сайте участков. Документацию, значит, на проведение торгов. 5 апреля торги начнутся. Пожалуйста, смотрите тоже, как говорится, участвуйте. По завершению торгов начнется заключение договоров. Торги будут проводиться в стоимость квадратного метра. А затем участки, которые определены списком, они уже будут, вот снег полностью растает, точно вымеренное, и перечень работ будет полностью обозначен в смете, но на договор. Заключены договоры, и потом подрядчики приступят к ремонту. Ну, наша задача, чтобы технология не нарушалась во время ремонтных работ, и, соответственно, при приемке проведены были все испытания, которые полагаются по нормативам. Если испытания проходят, дорога принята, после этого будут расчеты. Насколько я знаю, 64 объекта в титульном списке дорог на этот год. Можете назвать какие-то основные магистрали? Ну, основные, это, конечно, 40 лет победы, улица Ленина, та самая улица Партизанская. Ну, все мы эти, все места прекрасно знаем. И практически на всех улицах, на многих улицах есть отрезки, где дороги, вот, ну, часть улиц делалась в прошлом году, в позапрошлом году, вот, уже, так сказать, планово идем, ведь третий год, ну, какие-то участки остались. Их будем исправлять. Спасибо, Юрий Александрович. Мы ненадолго прервемся. И во второй части нашей программы глава Ижевска Юрий Тюрин ответит на вопросы, которые поступили на сайт администрации города Ижевска и на сайт нашей телепрограммы майудом.ру Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем эту программу Ижевское время. У вас есть возможность о жизни города, о вопросах благоустройства услышать ответы из первых уст в нашей программе, в нашей студии глава города Юрий Тюрин. Отопительный сезон совсем скоро закончится, можно подводить предварительные итоги уже сейчас. Понятно, что отопительный сезон в этом году в Ижевске был непростым. Были массовые отопления горячей воды, подтопления подвалов, отключение отопления. Был даже введен режим ЧАЭС на некоторое время в городе Ижевске. Делали в том числе громкие заявления о том, что администрация города возможно расторгнет соглашение с удмуртскими коммунальными системами. Но потом переговоры продолжились. В итоге к чему пришли? Будем работать с УКСом, не будем? И как вообще идет подготовка к следующему отопительному сезону? Мы начали очень сложный сезон. И с первого дня работы пришлось выехать на аварийные места. И стало ясно, что отопительная система города к отопительному сезону совершенно не готова. Поэтому с первых дней потребовались серьезные усилия, чтобы запустить отопление. И тогда я ставил задачу, первая задача пройти зиму, не заморозив ни одного дома любой ценой, потому что стало ясно как специалисту, что система не готова совсем. И летом этим никто не занимался. И вторая задача подготовиться к следующему сезону так, как положено. Ну, с первой задачей на сегодняшний день мы справились. Правда, она тоже далась очень тяжело. Мы 22 декабря вынуждены были создать городской штаб. Мы буквально за 10 дней исправили все вот такие самые сложные участки, убрали воду из подвалов и потом перешли снова в режим повышенной готовности. И в этом вот рушном режиме работаем до сегодняшнего дня. Хотя уже последний месяц у нас как бы все повреждения исправляются день в день. С УКСом вели переговоры параллельно по подготовке к следующему сезону. Понятно, что это требовало действительно серьезных материальных затрат. На первом этапе переговоров не удалось договориться. Поэтому пошли на то, что пошли на расторжение договора аренды и начали всерьез готовиться, как закрыть эту ситуацию за счет бюджета. Хотя прекрасно понимали, что в бюджете этих денег просто нет. Их просто нет. Но, наверное, за счет тех же дорог, школ, социальных дел нашли бы какую-то сумму и в любом случае подготовились. И мы уже планировали, как это будет выглядеть. Хотя тоже прекрасно понимаем, что это можно год, еще год и все. Все эти старые, они действительно на 70% изношены и требуют значительных денежных вливаний. И на определенном этапе, вот последние переговоры с УКСом, мы сошлись на цифры 500 миллионов. Ну, если точно быть, 497 — это вложение, и 67 миллионов — это капитальный ремонт. Эти суммы мы расписали по участкам, провели общественные советы ЖКХ, которые создали вот на фоне вот этой ситуации. Нам пришлось, ну, жизнь подсказала, что он нужен. Это контакт с жителями, контакт со специалистами. На общественном совете ЖКХ признали, что предложение УКСа по подготовке к зиме 2016-2018 года конструктивно, и его можно принять. Ну, и для того, чтобы двигаться дальше, мы отозвали, значит, заявление о расторжении арендного договора, потому что надо было понять, а кто же будет торговать и нанимать подрядчика — мы или УКС. УКСу надо было дать такую возможность. Мы это сделали. Сегодня эта подготовка идет полным ходом. Штабы каждый вечер продолжают работать. Ну, и текущую ситуацию контролируют, и уже нарабатывают вот эту ситуацию, которая будет. Распоряжение, приказ о подготовке к новому отопительному сезону выпущен. Всем ответственность прописана. Значит, поэтому, ну, на сегодняшний день и мне, и нашим специалистам городской администрации понятно, как мы подготовимся к следующему отопительному сезону и как не допустить повторения вот того, что было. Понятно, что требуется следующее вложение, которое мы оценивали, эту цифру не раз слышали, там, 3,5 миллиарда. Она, конечно, укрупненная, ну, 3-4 миллиарда тут можно смело. То есть эти средства надо изыскать, изыскать их можно только у концессионера. Вот вопрос концессии с УКСом мы тоже обсуждали и протокольно его записали. То есть на 1 апреля они нам должны выдать свое видение концессии. Далее мы рассматриваем также. Значит, если принимается, то вставляем дорожную карту, на 1 июля она должна быть готова, и идем в концессию, значит, с УКСом или с, его, правильнее сказать, материнской компанией Т-плюс. Ну, если будет неприемлемо, значит, будем искать другого кондиционера. Пока я сказать ничего не могу, пока мы их предложения не видели. Время покажет, мы будем работать. Ну, скажем, сегодня, вот, как ни странно, говорят это, друг познается в беде, да? Мы вот в этой беде, этой зимы понимать друг друга начали. И у нас сложились, конечно, не дружеские, но партнерские отношения сложились. Поэтому очень надеемся, что мы сумеем решить и ту перспективную задачу. Но сегодня я за 2016-2017 год спокоен. Продолжим сейчас вопросы, которые поступили на сайт администрации города Ижевска и на сайт нашей телепрограммы. Много вопросов, связанные с доступной средой. И вот родители и детей с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать то образовательное учреждение, которое позволит максимально удовлетворить потребности ребенка. Сколько в Ижевске специальных образовательных организаций и вообще какие условия, особенно по доступной среде, создаются в школах города? Вот такой вопрос. В Ижевске один из специальных образовательных школ. В этих школах решаются вопросы доступной среды. Сегодня у нас очень неплохие школы. И они известны и в России. И мы как бы выдерживаем ту планку, которая полагается для таких школ. Я практически во всех побывал. Это первое. Ну, надо побывать во всех школах вообще-то. Но в первую очередь вот в этих. Тем более, что в них вложены немалые средства, в том числе и из городского бюджета. В частности, скажем, вот мы 15 миллионов выделяли в 2015 году. Из них 9,6 миллиона было выделено в 53-ю школу для слабовидящих детей. И там сделаны все мероприятия, предусмотренные стандартами под эту категорию учащихся. Тактильная плитка, надписи тактильные на дверях и так далее. Там дети без палочки спокойно ориентируются в коридор школы. Они даже бегают по этим коридорам, что, конечно, нельзя делать. Но, с другой стороны, они же дети, да. У нас лидер считается среди российских школ. Школы для слабослышащих. Там тоже очень интересная аппаратура. Там тоже все предусмотрено, чтобы дети развивались нисколько не хуже тех, кто слышит. Специальное устройство есть, техника, которая обеспечит им за счет вибрации. Они и музыку слышат, и говорить учатся, и даже неплохо уже говорят. И в этой школе большие спортивные успехи. Да, там все в комплексе сделано. Поэтому, в целом, если оценивать те возможности наших школ для детей с ограниченными возможностями, они у нас все на уровне. И я думаю, что здесь у родителей не должно быть больших вопросов. Поэтому, если у кого что-то возникает, мы готовы рассмотреть в частном порядке. И я думаю, что решить любой вопрос. Следующий вопрос, ну, наверняка, вы сможете решить, как-то подсказать, как действовать в этой ситуации. Нашему многоквартирному дому по улице Горького, это дом номер 25, 85 лет. Он признан аварийным, однако в программы переселения не попал. На что рассчитывать жильцам? Как узнать хотя бы ориентировочные сроки расселения? Вот это очень сложный вопрос, потому что программа аварийных домов вставлялась в 2013 году, с 2013 по 2017. И вот дом, если не попал, нам сейчас очень важно выполнить задачу расселения тех домов, которые в программе. Вот на этот год мы запланировали в бюджете 250 миллионов, рассчитываем очень тоже на поддержку бюджета республики и, соответственно, федерального бюджета, пока до конца еще цифры не поступили к нам. Поэтому мы в обязательном порядке должны выполнить программу до 2017 года, что тоже очень непросто. Естественно, за это время появились дома, вот как этот на Горького 25, по которым тоже надо принимать решение. Ну, очень надеюсь, что все-таки будет продолжение федеральной программы. И тогда, как бы, также с 2017 года на пятилетку и вот в эту пятилетку дом будет расселен. Я думаю, что будет, если будет федеральная программа, это будет намного легче. Если это будет только бюджет города Жевска, будет несколько сложнее. Но все равно средства на такие дома взять будем. Тоже вопрос по благоустройству. На улице Бумашевская построены многоэтажные дома, новые. Нам обещали детскую площадку, а взамен новоселы построили забор, закрылись на ключ. Нам не погулять, ни мусор вынести. На остановку троллейбуса пройти можно по дорожке, но спуститься к ней зимой опасно. Со стороны улицы Дзержинского весной разливается огромная лужа, а нам не пройти. Когда будет доступная среда для всех? Ну вот, что касается лужи весной, это результат того, что я уже говорил. Очевидно, там подморозило каким-то образом ливневую канализацию. Поэтому мы сегодня же отправим в аренную бригаду понятие разобраться там. Знаю точно, что люди действительно там ходят в проезжей части. И у нас в титул этого года, вот в плане ремонта тех 93 миллионов дворов, тротуар там включен. Поэтому будет тротуар и проблемы снимется, по крайней мере, те, кто идут с колясками или как тротуар будет. Что касается вот этих заборов новостроек, ну вот это вот плоды этой точной застройки. Мы по этим заборам тоже будем разбираться. Там, где ограждена территория, принадлежащая этим домам, и за нее платят налоги и так далее, это все нормально. Там, где ограждение не совсем законное, будем сносить. Ну, с этим надо детально разобраться. Я вопрос принимаю. Посмотрим, насколько, если забор не мешает третьим лицам, ну, он пусть стоит, он же обеспечивает безопасность детей во дворе. А если это сделано так, что создает неудобства соседям, да еще и без разрешения соответствующего, это однозначно должно быть все снесено. Мы разберемся. Следующий вопрос. На протяжении 20 и более лет в микрорайоне Шунды сбрасывают нечистоты в речку Пироговка. Все эти годы, все уровни власти знают эту проблему, но не решают. Почему? Последний ответ от замглавы Ленинской администрации, что сброс закроют в первом квартале. Но в это тоже уже не верится, пишут наши телезрители. Много раз были такие заявления, а ВОЗ и ныне там. Посоветуйте, как жителям поступить? Сброс будет закрыт. Вот этот вопрос, он так и поставлен. Власти знают, не делают. Это как раз одно из первых вот таких коттеджных поселений, где завод Ижмаш сделал все для жителей. И дороги, и сети, и даже успели сделать канализацию, не успели сделать только или чистные сооружения, или подключение к канализации. Завод Ижмаш испытывал трудности, на сегодняшний день банкротчен, он уже делать больше ничего не может. И поэтому это вот остался вопрос нерешенный. И сегодня обращение, да мы готовы это сделать, только в бюджете денег нет. И как бы сами жители тоже, вот они получили сети в подарок, да, и теперь дальше продолжать так. Там двух-трехэтажные коттеджи стоят, да. Наверное, вместе с жителями стоит подумать, а как же все-таки сделать централизованную канализацию? Сброса в реку быть не должно. Дальше вместе с этим поселком, готовы рассматривать, сколько их вложения, сколько вложения будет помощь бюджета, рассматривать вариант подключения к канализации города. Но это КНС, это снова прокладка трассы, ну, по нашим расчетам, это 70-100 миллионов рублей, то есть достаточно большая сумма. Но если это будет конструктивный диалог с жителями, там не бедные люди. Сегодня у нас, к сожалению, вот на бюджет накладываются другие расходы, связанные с переселением вот ветхого жилья. Мы планируем школу строить дополнительно в столичном и так далее. Подготовка тех же школ к новому учебному году. Еще один вопрос. На нескольких муниципальных предприятиях уже произошла смена руководителей. Какую основную задачу вы перед ними ставите, интересуются телезрители? Муниципальные предприятия это предприятие услуг для жителей. И, значит, они выполняют свои услуги либо за счет оплаты из бюджета, либо за счет оплаты жителями, либо комбинированно. И то, и другое. Первая задача это качественные услуги в компетенции тех предприятий, в которых они работают, с меньшими затратами. Вот такая вот задача ставится, и все новые руководители пришли, то есть максимально минимизировать затраты на обеспечении выполнения услуг в пределах полномочий. Потому что и там, и там, как говорится, копеечка дорогая. Вот и все. Других целей не может быть. Спасибо, Юрий Александрович. Наше время подходит к концу. У вас была возможность задать вопросы главе города, оставить их можно, напомню, на нашем сайте www.maidom.ru Юрий Александрович, до встречи в эфире вновь, и теперь увидимся уже в апреле. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.